Бесщитковые черепахи довольно сильно отличаются, это подотряд бесщитковые черепахи, значит у них панцирь не связан с скелетом, то есть стандартная структура черепахи, которую рисовал на самом первом клипе, показывал, то есть схемки, там вот этот самый панцирь, ее знаменитый, это просто часть скелета, а тут нет. Панцирь не связан со скелетом, состоит из ординарного слоя, маленьких многоугольных костных пластинок, рогового панциря вообще нет, то есть тело у нее кожей одето, позвоночник и ребра никак с этим панцирем не соприкасаются и не сращены. Водный образ жизни они ведут и внешне походят на морскую черепаху, ну и даже о ней это громко сказано, потому что бесщитковых черепах у них один подотряд, одно семейство, один род и один вид, а именно кожистая черепаха. То есть вот единственная, короче, в мире бесщитковая кожистая черепаха. Ну она большая, самая большая черепаха, 2 метра и жирная, масса до 600 килограмм жира практически, там внутри по большей части жир, но она плавает на нем, то есть она легкая. Поэтому толстая. Громадные передние ласты до 3 метров, в размахе вообще большая, больше человека она размером. Когтей на ластах у нее нет, голова круглая, не может втягиваться под панцирь, на верхней челюсти один крупный острый зубец с каждой стороны, окраска темно-бурая. Самцы отличаются от самых более длинных хвостов, как обычно у черепах. Обычно она плывет в открытом море и плавает она абсолютно по всем морям. Вот один и тот же вид в Атлантике, в Индийском океане, в Тихом, везде эти черепахи есть, кожистые, везде одинаковые абсолютно, по всем океанам плавает. И обычно плавает она именно в открытом море, выходит она на сушу только для размножения. При этом черепахи у нас индивидуалистки и стад не образует, так что вот прям стада черепах плыла не бывает по одиночке обычно. Питается она в море медузами, ракообразными, рыбами, водорослями, в принципе всем питается, что попадается. Очень быстро плавает, вот хотя черепаха считается медлительной, но морские на самом деле быстро плавут у них, там и ласты. Кожистые плавают конкретно очень быстро и очень маневренно, а не полнее рыб, поэтому он быстро меняет там точку в океане. При опасности она бьет ластами, кусается очень сильно, если ее ловить. Раненая черепаха издает громкий крик, такой как будто стон. Яйцекладка у нее на тропических пляжах. Шри-Ланка, Карибское море, вот где люди любят отдыхать, вот она там яйца любит откладывать. Выползает на берег после захода солнца, находит место для гнезда, выкапывает задними ногами глубокую яму до метра, она же большая, поэтому она тоже большую яму копает, метровую. Откладывает в эту метровую яму от 30 до 130 белых яиц, диаметром 5-6 см маленькие. Напоминают теннисные мячики, те кто видел. Причем она откладывает еще какие-то яйца, в которых нет желтка, из одного белка состоящий, то ли непонятно для чего. Отложив яйца, она их закапывает, утрамбовывает песок на метр выше. Поэтому практически это недоступно для хищников. Я рассказывал ранее, что суповая черепаха легко раскапывает ее гнезда, любые даже звери и люди, бисса тоже. А вот кожистая черепаха, она на метр вниз закапывает, утрамбовывает, хищники практически не раскапывают и люди тоже. Потому что на метр копать, там черт его знает, есть там эта кладка или нет. В общем, эта хорошо приспособилась. В течение сезона делает 3-4 кладки, после 2 месяцев выходят черепашки и сразу идут в море. В принципе, есть ее можно, но систематически нерентабельно метровые гнезда раскапывать. Поэтому обычно ищут именно кладки зеленой или других морских черепах, а эту практически не ищут, только если случайно на нее натолкнуться, на кожистую. Можно также есть мясо, но говорят, что можно отравиться, потому что она ядовитыми животными иногда питается. Она очень жирная, поэтому жир используют, если ее поймают, для смазывания швов в лодке и так далее. Вот там 600 килограмм практически один жир. Если одну такой поймают, там надолго жира хватит. Ну и все равно, как все морские черепахи, она сейчас в Международной Красной Книге, потому что они сейчас абсолютно все под охраной. В принципе, в море черепаху убивать нельзя. Хотя у нас плохо океаны контролируются, там пираты, всякие аборигены. Ни фига не знаю еще о международных законах, так что на практике их продолжают убивать, к сожалению. Продолжение следует...